Вице-президент банка ОТБ, капотел департамента анализа данных и моделирования. Пожалуйста, Максим Миревич. Добрый день, коллеги. Максим Миревич. В общем-то, я хотел поблагодарить за возможность выступить в такой аудитории. Я руковожу направлением моделирования и анализа данных ОТБ. И, в общем-то, в последние годы мы очень много инвестируем в это направление, потому что, по сути, процессы, связанные с машинным обучением и искусственным интеллектом, пронизали финансовую сферу снизу долларов. И востребованность этого направления, она просто гигантская и растет в экспоненте, наверное, в какой-то степени. Если можно, следующий слайд. Собственно, я хотел коротко рассказать о тех инициативах, которые мы начали с физтехом. В принципе, на наш взгляд, как финансистов, сейчас мы живем в эпоху появления новой индустрии под названием машинное обучение, как угодно их можно называть. Но я и говорю именно об индустрии. Мы не уверены, что это какая-то новая область науки, это science. Но именно как процесс это уже совершившийся факт. И действительно, в общем-то, это действие связано с тем, что появляется достаточно много новых специальностей, связанных с обработкой данных, с их внедрением. И, по сути, не только разработкой математических каких-то моделей, а именно все, что связано вокруг. То есть есть там, наверное, такие же аналогии в истории, как раз была стоматом на индустрии, от идеи и до какого-то полновесного цикла ядерного, как добычное топливо, до его захоронения. Все происходит в каком-то цикле и требует многих-многих специальностей, рук и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, когда мы это поняли и начали это строить уже в рамках банка, именно как производство, естественно, возникла потребность. Первое – это исследование, потому что никакое производство обыскать уже, в принципе, не может, когда нет какого-то будущего. Это первое. А второе – это, естественно, образование. И тут, собственно говоря, ответ – куда идти? Уйти из тех. Потому что из тех лучшие, и, естественно, в общем-то, мы заинтересованы в привлечении лучших кадров. Теперь я, наверное, немножко расскажу, если можно, следующий слайд о том, что у нас сейчас ВТБ делаем. То есть, собственно говоря, мы построили некую фабрику производственной модели для разных отраслей, потому что там тоже, ну, как в любом банке, наверное, очень много разных направлений. Но если коротко, то суть, в общем-то, этой фабрики – это как-то есть ядро с данными, которое постоянно выполняется, и вокруг этого ядра выстроены различные платформы по различным направлениям, где работают сантисты, инженер данных и многие-многие другие. Ну, в общем-то, суть этой работы в чем? В том, что, ну, точнее, как я бы сказал так, главный закон про данные – это то, что данные любят данные, они притягиваются. То есть, вот эти ядра данных, они существуют в разных местах, и, в принципе, мы, как финансовая организация, заинтересованы в все больше и больше знаниях у клиентов, вот, и, соответственно, мы все время постоянно, как бы, голодны до этих данных, их ищем везде и пытаемся интегрировать в наши схемы. Вот, но, в общем, все было бы хорошо, если бы это все было не, скажем так, зарегламентировано большим количеством законов, которые, ну, действительно справедливые, там, персональные данные и прочие дела. Но, тем не менее, в общем-то, как раз, как раз, благодаря их, в том числе, коллегам с Фистека, мы находим, в общем-то, вполне себе легальные пути работы с предвечными данными. В общем-то, это, по сути, появляются новые технологии, и это направление получило название Bitfusion, вот, и мы сейчас его активно вместе развиваем. Ну, и теперь, наверное, немножко о лаборатории, если можно, в следующий слайд, собственно говоря, здесь мы указали вот те основные направления, куда мы сейчас двигаемся. Вот, в принципе, они достаточно стандартные, вот, как там, в начале, вот, цитата Митса Бора о том, что проблема важнее решений, потому что решения устаревают, а проблемы, как правило, остаются. Поэтому, там, многие вещи, связанные, там, с естественным языком, там, и прочими делами, компьютерным зрением, исследуются уже не один десяток лет, и, в принципе, решения, в общем-то, получаются все время новые, более интересные, но, тем не менее, в общем-то, есть и вещи, которые появляются совсем вновь. Вот, то есть, на мой взгляд, очень удачно графовый анализ легкую банковскую, как бы, деятельность, потому что там решаются, вот, не побоюсь этого слова, ну, сотни, наверное, таких очень болезненных проблем, там, начиная вот, по-моему, с мошенниками, то оптимизация финансовых потоков, и, в общем-то, это мощнейший инструмент, который, опять же, будет в рамках лаборатории, основанной в прошлом году, мы, в общем-то, мы очень получаем интересные решения, и сейчас от внедряем, и, в общем-то, эта тема крайне сильно развивается. Есть очень интересное, опять же, на мой взгляд, направление по оптимизаторам, так называемым, то есть, это, в общем-то, с одной стороны, достаточно, ну, классические оптимизационные задачи, вот, и, ну, с другой стороны, мы все понимаем, что весь ML, это, по сути, есть набор оптимизационных задач, которая, там, минимизирует мусор потерь, и, в общем-то, в этом направлении тоже мы активно ищем, почему, потому что, по факту, на сегодня есть только две компании в Америке, которые, в общем-то, предлагают какие-то промышленные решения, вот, но мы, естественно, как производство, мы интересуемся именно промышленными решениями. Эти решения лицензии стоят абсолютно без отдых денег, и, в общем-то, вот, спасибо коллегам, мы набрали смелости и, в общем-то, пошли делать свое решение, и, в общем-то, где-то, в середине года, это вот мы сейчас планируем первую версию запускать, есть все шансы, на мой взгляд, запуск провести успешно, но, естественно, это кастомизировано именно под нас решение. Пока, вот, но, при условии того, что это пойдет хорошо, вот, естественно, мы надеемся масштабировать. Вот, ну и вот последнее направление, которое мы сейчас, прямо активно тоже начинаем прорабатывать, это криптанклавы. Это, как раз, связано с упомянутым датфьюжным направлением, потому что, в общем-то, здесь решение, ну, на мой взгляд, уже такое почти космическое, то есть складываются данные из разных мест в черный ящик, и сейчас мы, значит, ну, планируем разработать какие-то астребральные решения для того, чтобы, в общем-то, без вовлечения уже совсем человека получать какие-то решения, и таким образом, в общем-то, выполнять все требуемые законы, может быть чистыми с ними, а, вот, и, с другой стороны, в общем-то, удовлетворять свои потребности. Требования к этому авторинолю, в которые мы сейчас много инвестируем, банки, очень высокие, и, в общем-то, на мой взгляд, мы здесь действительно выходим уже на какой-то практически международный конкурентный уровень. Наверное, там в истории были примеры, вот, как, мой любимый пример, это когда группа Академика Басова, в 2017 году получил технологии лазеров с ядерной накачкой, да, аналогичные технологии в США и в 1987 году, в принципе, есть куда стремиться. Вот. Ну и, наверное, в конце моего коррозного выступления позвольте вас всех пригласить на конференцию, которую мы будем проводить второй раз в начале апреля, вот как раз под названием «Даты в Южу». В прошлом году она прошла, на мой взгляд, достаточно успешно, интерес был, и даже международный, вот, поэтому, в принципе, рассчитываем, что в этом году тоже получится, и, в общем, сейчас у нас начался уже хакатон, вот, студентов приглашаем, ну, и также всех присутствующих добропожатых. Спасибо. Спасибо большое, Максим Юрьевич.